приветствую все кто смотрит это код и это продолжение моего прохождения рим 2 total war за царских скифов и так прошлый раз мы остановились на том что у нас закончилась голова не вот значит голова 3 здесь дополнительные я показываю сейчас дополнительные задания в принципе все невыполнимые это вторжение в минию получить контроль над 15 поселениями сейчас у меня 13 да нормально все три задания выполнить могу армии у меня 6 максимум но они еще не все полные то есть я могу сейчас в принципе заняться пополнением армии ну и в дальнейшем набрать больше так показываешь что я не могу четвертого уровня сделать флотские мастерские потому что у меня нету древесины древесина у нас находится в синопе принадлежит галате из которой я воюю но очень неудобно и захватывать потому что очень легко ее отберут у меня обратно и вот я смотрю флоты галатские галатские плавают по этим греческим морям они там воюют с афинами со спартой по-моему еще у галатии вот есть железо армения сейчас мой союзник пустой как я их освободил и на востоке мне идет война с богатрийцами у меня есть 15 тысяч после того как я выполнил условия второй главы не полностью конечно так было бы 20 и больше но деньги немалые и можно их потратить набираю я войска вот самом начале уже показывал да но отменил я это дело и видимо я буду нанимать другом месте 2250 рублей я трачу на то чтобы улучшить боевые топоры полностью и набираю в боевых топорах потому что если войска мне нужны больше это та же провинция тоже провинция и получается что то здесь я их наберу и мне нужно будет певец не получается у меня переманить агента богам скифским так у меня еще 12000 на что их потратить у меня полностью ведет стройка и даже без этих денег экстра денег так сказать у меня идет стройка вовсю всегда можно построить что-нибудь еще во второй провинции во споре построек которые хотят чтобы быть построенными не хватает ресурсов дерева не хватает для того чтобы постройки строить но я могу строить постройки второго уровня что тоже неплохо какой никакой копейку копейка рубль бережет и все такое скорость исследования не знаю никогда это не строил пять пациентов очень странная тема здесь в этой игре главное не следует не цивилизация слава богу здесь исследование играет далеко не самую главную роль потому что исследование как известно должны лично благодатную почву если нету промышленности и нету населения которое готовы использовать это исследование толку от него не будет мастерская плотника лучников дает опроснитель воды тоже дает лучников из гарнизона по деньгам разница тут восемьдесят мастерской плотника ну и рога мать рогов это самая моя любимая постройка из производственных я их больше всего строю что он дает сам неплохой баланс по деньгам и по гарнизону как улучшать это общественное здание работалковцев доходы местной торговли конечно здорово но не знаю доходы арабского труда рабов вообще опасно использовать такое дело лучше пищу увеличить наверное я бы конечно чертог вождя построил но для этого нужно технологию делать яма кладовая по моему самая толковая вещь да вот такая списка и степень основная итак кавказ на кавказе я улучшаю шахты также это в габале также добавляю пищу это пищи маловато и которые уменьшат пищу увеличат производство дадут какой-никакой гарнизон хотя там гарнизон уже есть чеканщик монет доходит местной торговли сто степень копейщики тоже ничего не разнообразие у меня осталось 130 монет декоративные в зиму а так тупи зондовской армии около фасис интересно барабан подать степень здесь у меня 7 из 20 и армия стоит вторая тоже надо увеличивать огненные стрелы у меня по ходу Я хочу часовые патрульцы! Что бы вы у меня получили? Выходя? Как я могу помогать? Готово за борьбу! Конец хода! Будем посмотреть, что нам предложат наши враги Через 5 ходов я получу неплохой буст по экономике Ну, в целом, через 5 ходов, когда у меня построятся все мои постройки Так, конечно, это будет не сразу, а постепенно Но весь эффект я ощутю через 5 ходов Вот так какая-то гнида на мою армию что-то применила И еще один агент скачет Вот так, тут войска взад-назад плавают по Греческим морям Афины предлагают... Наши взаимные враги Если мы были твои агентами Твоя страсть, наша святка Возвращаться с пергамом Я согласен, я не хочу еще получить Афин Они вполне могут пройтись по побережью И выйти к моей Сиракене А у меня там армии практически нет Потому что столица открытая, поэтому я не хочу с Афинами ссориться Средникам напали На Армению, что ли, атакующий трапезун напали на Армению? Ну, да мне срать не трапезун, это реально И на Армению тоже Я не стал вступать в войну Ладно, сейчас мы кого-то ранили Я выбираю генерала В принципе, не так важно Я расскажу про трапезун Я не стал вступать в войну с трапезундом Потому что у него армия находится Прямо рядом с моим поселением В котором у меня ни черта нет А Армения никуда от меня не денется Я всегда ее могу, если ее друг захватит, освободить еще раз Поэтому я так и поступил Заступен на войну Отлично Да, у меня еще все растут эти агенты Бесплатно, так, манипуляция Манипуляция 22% искушения Не удалось, вообще ничего не получилось Так, у них тут три агента уже Вот это вот начинается вот эта вот комитетель с агентами Надо же с этим что-то делать Я не могу, как я могу Улучшить водосостояние Мое Налоговая ставка плюс 8% Очень даже неплохо Так, а этот бажданин И военачальник А, вот у меня военачальник получил повышение Я могу повысить манипуляцию Кавказ В Кавказе, в столице строится И здесь все строится, классно Ну что, тратим деньги на армию Сейчас это приоритет Я могу нанимать в родной провинции Аж 6 отрядов за ход Круто И здесь я могу до нанять четырех И здесь я могу до нанять четырех И я не могу деньги получить в начале И потом их не использую То они просто стоят И я просто за них плачу Поэтому лучше нанимать прямо перед атакой Окончательные войска Ну, в идеале, конечно Но есть и другие показатели Например, что я не хочу, чтобы на меня нападали Поэтому я должен держать более-менее какую-то армию Так, я смотрю, что, в принципе, можно нанимать средние лодочки Для того, чтобы хоть какую-то иметь армию на море То есть в какой-никакой флот, чтобы ко мне не высаживались всякие гниды По крайней мере, в Черном море Ну, лодочки воровские не очень Поэтому я пока что не буду это дело нанимать Пока-нибудь сейчас, может быть чуть попозже То есть это, опять же, надо понимать Это будет просто мертвый груз Когда он будет стоять и кого-то отпугивать Поэтому надо нанимать это только в том случае Когда действительно у меня есть Вот там какая-то необходимость Так, вот это вот начинается вот агента дрочь Когда у них армии нету, когда они получили по рогам Они не могут меня атаковать И они вот начинают дрочить агентами Чтобы я никуда не мог шагать Они и так, в принципе, конечно, агентами действуют Не во время боевых действий, но во время боевых действий там Немножко все по-другому Ага, вот еще галацкий агент подошел к никому Хорошо, что они не на моем фронте, на самом деле Еще пока искусственный интеллект не очень сильно меня напрягает агентами Вадение нападает Понятно Понятно Натиналфак получил Вот там что-то Дурная слава Говорят, будто голова вооружской войны на признобитве заговорила Она бесплатно предрекает гибель нашего народа О господи Приделок какой-то Я ищу в крови Я ищу в текущей В текущей А что вот этот, чёрт? 29% и 25% по поводу 25% в Кашинди. Задерживают. Человечный, конечно, 29% используют, но мне чисто кредит. Поэтому буду агентом воина к чему-то принуждать. Блин, не знаю даже. Может быть, зря. Это чисто такое психологическое, чисто моё. В целом я никуда не собираюсь идти, поэтому я спокойно произвожу набор. Пускай этого агенты тратят свои ходы, воюют, друг с другом разбираются. Вот опять же, да, я немножечко нанимаю армию, а добью до конца уже концы. Лошады там натоса, 20-ка. У него стрелы восстановились, это замечательно. Ну, я никуда нападать на в Кавказском фронте не собираюсь, потому что это самоубийство. У меня там нету армии, я даже если что-то захвачу, я не смогу это удержать, покоцаю свою армию и потом не смогу защитить даже то, что у меня сейчас есть. Поэтому лучше я свою армию сохраню и буду защищать то, что у меня имеется. Такой план. А давить я буду именно на Бактрисском, на Восточном фронте. Плюс Бактрисы иногда, наверное, будут опять же, как в прошлой серии, высылать десанты через Каспийское море, вот это вот, вся эта гомосятина, там агенты у меня дрочить, поэтому у меня просто нету силы для того, чтобы на двух фронтах вести наступательные действия. Я могу только на одном фронте обороняться, на другом и продавливать хотя бы чуть-чуть. Я прошу прощения, план, конечно, захватить нахрен всю Бактрисию и обогнуть Каспийское море и соединиться со своим Кавказским фронтом уже с этой стороны. Такие вот амбициозные планы. Опять вот одна издательность, опять нападение на патруль, еще и отравление пищев, это уже опасно. И какое-то там политическое событие. Чего? Короче, какая-то хрень случилась, дурной знак. Общественный порядок минус 4. Это вот я что-то неправильно выбрал с этой говорящей головой. Не знаю, что там за голова профессора Доуэля была, но плевать, 4 хода. Общественный порядок уменьшился до 3 раза плевать. У меня порядка более чем достаточно во всех провинциях. Делаем манипуляцию. Вот где было это отравление. День будет нашим. И, отлично. Первый раз. Ну, в общем, не часто у меня в этом прохождении до сего момента происходили переманивания. Надеюсь, это начало положено, как говорится. Теперь у меня есть какое-то количество агентов. Вот здесь, смотрите, какая между собой чек, дискотека бахлийских агентов. С этим надо что-то делать. Так, что у нас этот человек? У него есть один ранг спейтата и разлага не потеркачали. Почему не так? Ну, в принципе, на следующем ходу я смогу качать уже ему отравление. Но у этого отравление аж 2 уровня. И ему 72 года. Ну, это 72-летнего перца. Я могу высадить в Каспийское море и пускай он себе плывет потихонечку на восточный фронт. Мне там агенты пригодятся. Да, вот сюда. Здесь я попробую кого-нибудь переманить. Потому что это мне очень хорошо поможет. Агент, который самый больший процент будет. Вот я почему-то искушение в себя не нажму, а сейчас, да, я, конечно, принуждение выбрал. Задерживая агент. Агент, а где у меня еще кто? Хорьеры все! Готовы для борьбы! Печалька. Так, защитники Апи, 6, почти 7 тысяч у меня, я могу нанять. Все, полностью так я могу нанять. У меня будет полная армия, еще одна. Да, придется мне снять и этого агента, отправить его туда, потому что там агента дрочит, начинается очень серьезный. Надо с этим что-то делать. Иначе меня просто задрочит. Агенты не дадут моей армии двигаться. Уже третий уровень рудников я ставлю. Сначала ставлю, а потом смотрю, прокатит или нет. Да, вроде прокатит. Достаточно у меня порядка. Эта пища уменьшает, да? Но денег уже нет на это дело, но ничего страшного. Отравленные стрелы, моя единственная армия. Из всех, в которых сохранились еще вот эти вот легкие бомжи, ну, они очень прокаченные, поэтому практически такие же. В то же время у этой огненных, тьфу, блин, отравленных стрел бонус на легких конников. У самой армии, там, традиции военные. И они, как бы, хорошие. То есть они и быстрые, и все такое. Да, у них броня фиговая, да, они более уязвимы для этих самых всяких прачников. Ну, зато, дамаг у них хороший, скорость у них прекрасная, поэтому армия вполне себе фиктивная. Главное, не рукожопствовать, и вовремя их плодить. Ну, я имею в виду на поле битвы, когда сам броняш. Доковоры о ненападении, Спарта. Да, конечно. Афины и Спарта, мои лучшие друзьяки. В данном прохождении. Против всяких варварских кельтов в Галатии и греческих пергамов. Еще, тварюка отравил пищу. Мой агент... А, их агент нашел. Построил я всю армию успешно. Ничего не помешало, что помогло, интересно. И строительство еще двух полезных зданий закончено. Примерно 3200 вход, несмотря на то, что армию я увеличиваю, свою наращиваю. Но я также наращиваю и производство. Опять же, Сарай у меня очень производственный город. У него все четыре постройки идут на производство. Я имею ввиду, что я полностью пищей застроил. Ладно, у меня 2500 осталось, надо потратить деньги на манипуляции, потому что иначе получится не очень хорошо. Я вижу, что это сделано. Ну, эти агенты пока дрочат мою армию, которая пока никуда не собирается. У меня надо с агентами разобраться, иначе я никуда и не соберусь. Так, а здесь у меня мой военачальник, или как-то воевой пускайк, тренирует армию. Дальше на контрразведку ставлю я вновь переметнувшегося агента. И вот у меня еще есть один воин, который может либо защитников АПИ тренировать. Ага, защитников АПИ я тоже оставляю на Кавказе для защиты. Они же защитники. Вот теперь я могу и торпезунду кому угодно, мне плевать уже. Торпезунт он рядышком, можно ему надавать парагарм, разграбить его, оставить на... Армения желтенькая, да, потому что торговое соглашение у меня дало право прохода. Мне понравилось, да, то, что я не вступил в войну, на их стороне, они больше мнения союзники, но отношения у меня неплохие есть. Право прохода у меня есть, а тропезун меня ненавидит. У него военные союзники Галатия, а воюют они с Арменией. Так что я, в принципе, могу пограбить. Правильно? Чумы нет. Потренировать армию, пограбить. Я не собираюсь тропезу тут прям захватывать. Ну, может быть, на какое-то количество ходов. Ну, в основном, если разграблять просто окрестные поселения, не давать там строить инфраструктуру, не давать там врагу закрепляться, то это, как бы, каким-то образом оборонит мои собственные земли. Правильно? Потому что там не сможет враг ничего строить, толком убирать армии. Ну, если, конечно, у него другие поселения, если там не застроить. Ну, в общем, я же могу и глубокие вылазки делать. В общем, план такой. Да, я пока обороняю каркас, я особо пока нападать не буду. Может, попробую там, прощупаю, но если вдруг чуть что, сразу отступлю. План сильный не меняется. У меня там показали Мелькам, как голландская воительница чего там напала на афинскую армию. Да, у них там война идёт. Это меня очень спасает потому что Галатия, она воюет с афинами и со Спартой. На два фронта войну, меня это очень спасает, поэтому мой Кавказ будет в безопасности. Арахосия свидетельствует врага. А где эта Арахосия? Она под Бактрией. Все равно по пути, как говорится. Да, вот она. Арахосия, она под Бактрией. Я до них пока еще даже не нашел. Плевать на них сто раз. Они все равно так или иначе на моем пути стояли внизу, но все равно бы их вынес. Манипуляция. Искушение 20%. Давай. Задержан. Задержан. Так, у меня построилось что-то, исследовалось. Совет племени. Коррупция минус 3%. Замечательно. Строительство. И военные технологии я могу сделать. Прядок в войсках. Бонус к натиску. Сухопутный пек. Урон тараном. Финя какая-то. Атака ближнего боя, защита ближнего боя. Атака ближнего боя, боевой дух. Вот выстрелов минут для всех сухопутных отрядов. Боевой урок. Очень классная тема. Но блин, как же долго к нему качаться. Две. А это дает дальность передвижения. Да. Я, пожалуй, буду качать военную науку. Чисто ради общего бонуса на дальность передвижения. Сехар на 4%. Не ради там каких-то... Этих бонусов на ближний бой. Так. Один у меня уже высадился. Замечательно. Сразу контрразведку. Чтобы жизнь медом не казалась вражеским агентом. А моим агентом, чтобы было легче. Постоянно, постоянно их поцают. Я поставлю их в оборонительную позицию. Для того, чтобы быстрее шло восстановление. В оборонительную позицию восстановление в 2 раза быстрее. Или даже еще быстрее. Не помню точно. Так. Кабал. Фасис. Фасис я улучшаю до городка. У меня с пищей все более-менее. Нет, не очень на самом деле. Да, надо пищу больше сделать. С порядком у меня более-менее. К денег у меня мало осталось. Надо сначала заняться агентами, а потом уже все остальное нужно, что агентам тоже надо платить. Так, что у меня тут трапезун? Да, ничего, да? То есть вот эта армия, она стоит около... Что у меня? Я ловлю ловлю! Так, у моего города высадилась армия, и я хочу трапезунт наказать немножко. Отлично! Я беру свою вторую армию и подхожу к границам. Шикарно. На следующем ходу попробуем наказать торпезунт. Даже прямо так сразу слышу. А чё? Мне никто с этого фланга не угрожает. Армяне там вроде как границу держат. Пергамом я ещё не воюю. Так, он вполне... Почему бы не пограбить торпезунт, да? То есть зачем ему давать слишком сильно усиляться? Я планирую, наверное, его пограбить, захватить, потом через какое-то время меня его отобьют, а потом я его освобожу. Такой вот хитрый план. Я так частенько делаю. Всё дрочат мою армию, а? Агенты. Это может даже хорошо, что они фокусируются на армию. О! Всё восстановили, да? Вот. Вот этот агент от дрочи привёл к тому, что бактерицы тоже восстановились, и... Джей идут в обход, в обход на их основных армии, сразу в тыл, сразу беззащитно и грабить поселение. Да, вот тактика у искусственного интеллекта довольно такая раздражающая. Ну, вообще правильно. Как же? Чё, зачем ему в лоб драться, если у тебя особенно на другом фронте... Хотя у них, по-моему, только на моём фронте война. Вот я удивляюсь. Они же вроде ни с кем больше не воюют. Странно. Лучше. Я полностью собрал кучу. С ОМОНой торговля с кинцентами. С кинцентами, короче. Я там разорвалась торговля. Так, они опять кританули. Кританули опять по мне своим отравлением. Твари. Моя армия ничего не может сделать. Стоит одна армия. Так, а я попробую соответственно, торвануть их. То есть, 68% на отравление. Если я их тормозу, то им кирдык, как обычно. Отлично, удалось. Уже хорошо. И надо посмотреть, какая это диверсия. Да блин! Это обычная диверсия. Но, слушай, он очень хорошо их торванул. Посмотрите, какие повреждения пикельщикам дикие вообще. Можно на третьем уровне прокачать массовое отравление. Круто! Ему 56 лет, и у него уже третьем уровне массовое отравление. Это очень хорошо я считаю. Так, а этим агентом я попробую кого-нибудь все-таки заинкулировать. У меня есть принуждение 20-31. Попробую на этого. Искушение. Почему я все время искушение делаю? Я не знаю, не спрашивайте меня. Опять задерживаю. Потому что я там прокачиваю какое-то искушение, и я почему-то напрочь игнорирую принуждение. Я не знаю, почему. Манипуляция. как бы уголовенная манипуляция. Я тоже пробую. Искушение 11% всего от моего знать от моей. И он задержан. Двоих я задержал воителей. Воители двоих я задержал. Два гребанных этих санитаты остались безраказны. У меня просто нечего. Панипуляция Искушение я прокачиваю. Опять же Искушение. Все я хочу всех подкупить. Все никак не получается. Итак, здесь у меня стоит армия без армии. Вот заодно можно как раз начать нанимать. Я нанимаю пятерых. Он все равно на этом ходу до меня не дойдет. Так, трапезунт. Смотрите, подошел мимо меня такой интересный тип. Вышел за стен и подошел к границе. То есть он явно на меня имеет нежрежи. Это не просто так. Он меня ненавидит. Он нападет на меня при первой жертвовании. Это обычная универсия. Ох. Давайте, союзники, досрать. Сто раз. Не так. Дай мисс клик опять очередной. Как так можно? Формить блокаду! Это был мисс клик, извиняюсь. Это я перезагружу. Это тупо. Не считаю зазорным перезагружать мисс клики. Тем более, что уровень сложности я не менял. Как видите, там один единственный сохранение. Автосохранение срабатывает только после битвы либо после хода. У нас здесь битвы никакой не было. Это был тупой мисс клик. Поэтому я перезагружаюсь. Так, еще раз. Диверсия в войсках. Еще раз утравление пищи. Кстати, вот это неправильно должен быть после действия агента тоже сохранение, мне кажется. На этот раз провалилась. на этот раз тогда я буду поколотить их, потому что они не трванутся. Нужно их добить. Чтобы они не поперли на мою армию вместе со своим армией, которая флотует. Так, у нас обычный режим 81%. Понятно, мы заедем всех. потому что они были на марш, они были на спали в засаду и все, и теперь их так далее. И далее у меня есть возможность открывать их в город. Аккуратно, чтобы опять не скликнуть. Нифига себе. гарнизон флота. В гарнизоне невестники Клавка. Еще есть флот. Начинаю так, как в небо врагает. Я потоку просто в кружу и подумаю, что дальше делать. Атак! Я не хочу разыгрывать такое сражение. Мне это это мне сложно. Давайте попробуем сделать что-нибудь агентом своим. Сплочение рабов, нападение на гарнизон 95%. Один отряд налет небольшие повреждения сдаем или чему-то. Короче, ничего такого суперинтересного. Отойду пока. Как я поддерживаю? надо разобраться будет с этой армией еще. Здесь глушатые там натоса. Если он будет с моря атаковать, у него вообще шансов никаких. А в принципе у него вообще шансов никаких. что он сейчас сделает? Он фасис, он не захватит, у меня там целая армия. Ой, что-то армяне голодает. Вернется обратно, я тогда выведу армию из фасиса и захвачу там все нафиг. что у него было? А, нет, стоп, это же была перезагрузка, да, и поэтому я сейчас пробую. Там у меня зафейлилась, а сейчас после перезагрузки здесь что будет? А, удалось, и в этот раз тоже удалось, в этот раз будет крик. Нет, нет, на этот раз ровно то же самое не было. Окей, прокачиваем до третьего массового отравления, все так же, как и было в тот раз. Давайте попробуем тогда этим агентом еще раз кого-нибудь заманипулировать. Вот, манипуляция. Вот, на этот раз я должен нажать принуждение. А, 28% принуждения. Агент, принуждает воина. Ну-ка. Ювражеский агент перемешался. Наконец-то я пронстрел и перестал выводить это гребанное искушение. Принуждение. Моя мечта твоя. Я манипуляция на агента. Нет, я проверяю просто 5,8 12,7 искушение 12,7 и последнего воина. смотрю на эвакуляцию на искушение 15%. Вот. А тут 12,7 да. Ну, я хочу попробовать ее на салюта, не воина. Потому что, по-моему, у них как раз соотношение такое, что я даю это успех моим ancestors. Петербург, больше действует на солидат. Как знать, лучше действует на солидатов. Не знаю, где-то я читал такое, но, если он не прав. салюта. Ну, будем посмотреть. Может, я ошибаюсь. 3400 у меня еще денежков. конец хода. Если я войска там набрал, или это я в прошлый раз набирал, там, вот, в этой, как он называется, в скифе, там, в сарае. Что я засомневался вот сейчас. Набрынули у меня войска. Ну, ладно. Будем посмотреть. Так, что там, Бактрия? Бактрия решила, что отравленными войсками с этими армиями плохо сражаться и отступила. Я сейчас попробую их отравануть еще раз, как бы, как. Зашевелились галаты. С кем ты еще с линдом торгуют в галаты? Ну, Спарта вышла к не комедии. Прикольно. Но их тоже дрочит агентами. Тарпезунт своим флотом отравился. Да. Отравили пищу какие-то сволочи у меня. Это, о чем речь идет. Кофин освободил Тилу. Мне дают задание захватить Амул. Это что? А, не очень далеко-то, а, Атят, может, сначала? А, Тила захватила. Тилу Агалатия освободила. Агалатия 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 Понятно. Наверное, ненадолго. Тила это там на левом берегу еще на море. Так, герой. Герой принуждение делает. Я могу переносить. Герой смотрит на их сервис. Мир встречи. могу помогать? Я их к моей стадии. Все я делаю для вероятности. Я могу двести многих раненых персонажей что ж такое убили мне всех агентов сволочи вот такая война агентов так этот агент у меня пойдет за армией 70 процентов отравления 1603 монеты и какой будет эффект эффект будет провал что у меня осталась армия отправленная полостью скоромные боли у меня стоят но я ими не пойду никуда армения голодает по-прежнему трапезун куда хрен они взяли вывели флот почему очень странно так я попробую рвануть колодцы чтобы уменьшить количество гарнизона чтобы мне легче было их атаковать отлично диверсию здесь всего лишь один генерал я делаю хорошо ну что мы не можем это сделать мы не можем это сделать это это лучше потому что я могу начать атаку сделать и это ничего не дает потому что у них какой-то прокачивающий генерал что ли что там не знаю не дало дало там то есть тут генерал не сможет все 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 но почему то не граблю а просто оккупирую видимо я не скликнул я здесь постою подожду пока меня отсюда выбьют нет наверное надо будет отступить на следующем ходу посмотрим что я что я 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 нормально подписывать пожалуйста tattoos We are not known as a patient the Therefore, welcome, speak to the point. Am I always to be disturbed? I will listen, I have little gain in wasting, I have little gain in wasting. У меня осталось 5400 монет, которые можно куда-нибудь потратить, или оставить пока. 6 пищи, 18 порядка. Можно алтарь достроить, можно улучшить городок, покажем. Пищу минус 3 будет. Еще дополнительно. Сейчас у меня минус 1, следующая постройка минус 4, еще будет минус 3. Нормально. Ну и пищу я могу построить, дополнительно пищу в октаву. В машине я измелью, что я ее делаю. Неконец хода. Посмотрим, что предпримет искусственный интеллект. В частности, меня интересует в первую очередь бактерия и трапезонт. Галате пока, видимо, сильно занята на фронте Афино-спартанском. Галатия продолжает дрочить моих войскам и агентами. И вот еще одна армия подходит. В принципе, чего и следовало ожидать. Я пока ничего здесь не могу сделать именно из-за агентов, потому что моя армия стоит, не двигается с места, ее каждый ход тормозит. Она все борется с агентами. Ага. Спарта получила по рогам. Галатия вернулась. Кстати, это плохо. Они сейчас могут пойти ко мне. Ага. Ну вот, да, пожалуйста. Вот агент уже подходит к Тарпезунду и смотрит, что тут вообще происходит. Тарпезундовский флот подплыл. И никого нет. Тарпезунду, это вообще странная галатия. Тарпезунду, это руководитель. Какой-то, 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 какой-то зима, что ли, потому что... м tentatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Афиней понт, население беспокоено, это вот трапезун как раз. И опять оторванули пищу моей армии около Актау. То есть бактрийцы реально задрали уже своими агентами просто в конец. Понтикопия, кстати, тоже неплохо бы начать собирать армию. Я немножко подзабил на этот фронт западный, которого еще нету, там против меня еще никто не воюет. Но так будет продолжаться не всегда. Отмороженные эти скельты могут напасть в любую секунду. Я смотрю, сколько будет пищи, сколько будет порядка, чтобы в Танасе стоит улучшать городок или нет. Но сначала Понто-Каспийская степь, здесь в Семендере тоже можно улучшить. И Ольвии тоже можно улучшить, короче, денежки нужны. О, а эти сволочи начинают грабить, да? Ну, в принципе, логично. Перестроим селение. Я не на шутку решил трапезунт оставить себе. Ну, посмотрим, что с этого получится. Постанье начнется через три хода при текущем положении дел. Мне нужна синопа и деревяшки. Но, блин, там столько армий ходит, галатских, жесть. Армения. У них минус одна пища. Они что-то это. Никак не могут с экономикой своей разобраться. Плохо. У меня в схете общественный порядок упал. Очень сильно интересно. Почему? А, ну это из-за грабежей, из-за пиратов. Сокремен. Порево. Содержится, задержится, задержится. Содержится, задержится. Такс. Теперь вот эту армию надо задерживать. А еще там может вернуться, когда оклемается после отравления. Посмотрим. как сожжение никаких активных действий предприятий не могу то есть всю серию у меня получалось только строить наращивать войска строить наращивать войска и вот только один захват трапезунда произошел который я боюсь не удержу стоит попробовать мало ли чё пошло опять вторжение бактрийское то есть он восстановился практически за один ход и опять попер опять попер на мою скифию провинция так называется скифия там где октава и сарай трапезун грабит свои собственные земли че им еще остается вот такая вот серия че я могу сказать ну что на этом все на этот раз хотите увидеть продолжение подписывайтесь ставьте лайки комментируйте активно потому что чем больше ваших интересов тем больше у меня интересов выкладывать эти прохождения дальше всем всего доброго это был Кот мешают р Продолжение следует...